Друзья, всем привет! Ну что, давайте сейчас поговорим о хороших новостях. Горит дача Соловьиного помета, Соловьиное гнездо. Было, знаете, Ласточкино гнездо, есть Соловьиное гнездо на озере Кома горит. Ну и вообще, что это значит, и вообще, что происходит, и Венгрия. В общем, сейчас будут интересные инсайды, только здесь, из самых интересных мест непосредственно народного депутата вы все узнаете. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Итак, что я хотел вам рассказать. Интересное событие. Попытались поджечь виллу Соловьева на озере Кома. А кто же это сделал? Слушайте, друзья, это просто какая-то... То ли Чернобаевка, то ли Белгород. Кто-то, может, покурил неудачно там. В общем, шины там появились, зажигательная какая-то смесь. Быстро приехали пожарные и потушили. Ну, может, и правильно, потому что там еще украинским беженцам жить. Но в целом, понимаете, вот такие вот странные события происходят со всем Рашкиным. И в том числе с Рашкиными пропагандистами. На второй вилле Соловьева написали всякие нехорошие слова. В общем, кто он. Напомнили ему. В общем, интересная и такая интересная тенденция. Но это далеко не все. Сейчас расскажу вам дальше. Значит, идемте дальше. Это, помните, в Берлине не так давно прошел такой автопробег. Якобы за защиту русскоязычных или русских. Ну, в общем, как обычно. Что они там хотели защищать, непонятно. Вроде как бы и не за Россию, но украинцы, которые там живут, и вообще небезразличные люди, не поняли это. И организатором был такой, там, есть автомастерская у него, Игорь под Берлином. И как-то Игорю стали звонить, и страничку его нашли. И начали постить оттуда, там, на этой страничке фотографии из Буча, Ирпеня. Понимаете? Ну, в общем, как-то возникли вопросы к Игорю. И такие вопросы возникли, что уже Игорь жалуется. Послушайте, что Игорь говорит. Такую реакцию я точно не ожидал. Вот мы организовывали вместе. То есть я был в бумагах стоял. Короче, звонит из всяких стран, там, разными номерами угрожает, жизнь лечит, сжечь автосервис. Полностью уруинировали мою интернет-страницу, там, фотографии с мертвыми телами, с разбитыми городами, разрушеными. А это что? Ким на Украину? Я понимаю сейчас реакцию людей, что они чердаки срывают, они сейчас хотят на ком-то это выместить, все это зло. Но вот они на мне сейчас вымещают зло, то, что я организатор. А если бы вы в тот день знали о том, что произошло? Я бы отменил Балту Корзу. Я бы тогда сказал, ну, люди, не стоит сейчас выезжать, потому что произошла трагедия. В общем, Игорь уже не раз, что организовал автопробег. И я его, собственно говоря, понимаю. Хочу, чтобы все остальные услышали и не повторяли ошибок Игоря. Сегодня Россия, это и говорить, что я россияне, на что-то хочу защитить, это как в 45-м году говорить, что ты немец. Да, были немцы, которые в концлагерях против Гитлера попадали в концлагеря из-за того, что были в оппозиции к Гитлеру. Но это, знаете, была такая единичная история, но неважно. Но даже эти немцы, говорил, что немец, все, токсичный, клеймо. То же самое сегодня, когда говоришь россиянин и даже русский. Хотя понятно, что русский этнически может родиться и в Аргентине. И он-то тут при чем? Но слово русский становится ругательным. И Россия, и все это связано с Путиным. Посмотрите, что творится. Сколько там сейчас выслали дипломатов? Сотни. Я там всех уже и не посчитаю. Но речь идет о сотнях дипломатов. В Вильнюсе, в Литве, озеро возле посольства России. Как-то оно вдруг стало красным. Чтобы напомнить, сколько они крови украинской пролили и вообще сколько льют крови по миру. И так происходит, друзья, повсюду. И так будет происходить дальше. Ну и даже уже не то, что отдельные люди или организации, а целые страны. Есть такая страна Венгрия. И она вдруг вышла и говорит, да, мы согласны покупать газ за рубли, если нас попросят. А, вот так. Ну и тут уже Еврокомиссия говорит, знаете, будем ограничивать, говорит, финансирование Венгрии. Коррупция там, вообще есть вопросы к Орбану. Ну, как-то вот пока они так не полюбили сильно Путина, то как-то и терпели их. А вот так полюбили его сильно-сильно, что уже терпеть их не хотят. Друзья, сегодня Россия токсична для всего мира и даже для целых уже стран. Делаем из этого выводы. Пересылайте это видео. И, конечно же, друзья, идем вперед. Победа будет за нами. Слава Украине. Держим строй.